Здарова, ребят! Надо вам показать эту статью, потому что это статья, которую мне так кажется, что не многие из вас видели. Потому что всё, что я сейчас натыкаюсь в комментариях под прошлым видео, это... Да, да, там где-то одна бабка сказала, где-то на каких-то форумах кто-то выложил, ну это не доказательство и так далее. И многие мне пишут, что твои доказательства это не доказательство и так далее. Посмотрим. Для меня эта статья была доказательством. Ну, опять же, в последнее время мы видим многое, что даже на политическом уровне. Сто процентное доказательство будет считаться не доказательством для другого и будут так и стоять друг на друга смотреть. Поэтому я вам покажу то, что я знаю, я вам покажу то, что убедило меня на сто процентов, что гитары Эдвардс делаются в Китае. Потом мы с вами поговорим немножко об этом феномене гитар внутреннего японского рынка, еще немножко, что связано с этой статьей. И потом я все-таки хочу поговорить на тему, то если даже гитары Эдвардс сделаны в Китае, почему это сразу у нас должно вызывать ненависть? Что такого, если эти гитары, если они хорошие гитары, и я могу сказать, что это хорошая гитара, у меня было несколько гитар Эдвардс, то даже если они сделаны в Китае, что это меняет? Эта статья, я ее, кстати, вам сейчас буду показывать, и ссылку я прикреплю. Эта статья расположена на сайте, который называется vintagejapaneseguitars.com. То есть это винтажные японские гитары, это авторитетный сайт по каталогам винтажным, старым японским гитарам. То есть это чуваки, которые, ну, как бы серьезно подходят к этому делу. Для меня это еще одно маленькое доказательство, что они фуфло какое-то у себя на сайте. Тем более фуфло, которое полностью-полностью меняет понимание о гитарах, которые должны быть японскими для внутреннего рынка. Но тут чистая статья, которая говорит, нет, они китайские гитары. Но сайт, винтажные японские гитары, это у себя размещает, чтобы люди знали эту информацию. То есть для них это также было доказательством. Немножко об этой статье, так как многие из вас говорили, что эта статья была где-то там на форумах. Это была статья на форумах, я на нее наталкивался еще в 2010 или 2011, когда я залез на My Les Paul форумы. Очень авторитетный форум был когда-то в гитарном мире. И у меня тогда появился вот этот мой первый Sykes, ну, то есть John Sykes, подписная гитара. Эдвардс, хорошая гитара, сделана под Les Paul Custom, конечно, это не Les Paul Custom, это абсолютно другая гитара. Но это неплохая гитара была. У меня их было аж два раза. И одну, по-моему, я даже вам показывал здесь, по-моему, я вам показывал на канале гитарной истории. Ну, не помню. У меня было их две штуки, и одна была так недавно-то сравнительная. Так вот, я залез и начал читать. А что такое My Les Paul форумы? Это там сидели чуваки. Там сидели авторитетные чуваки, что касается Les Paul. Там были слухи, сидели Slash. Там по умолчанию сидели Джон Сур, Том Эндерсон и всех, кто хотите. Там по умолчанию сидели самые-самые топовые чуваки, которые строили. Там сидел этот чувак, который делает самые-самые-самые топовые реплики 59-го, которые стоят по 20-25 тысяч из Канады. Он там иногда печатал и так далее. То есть там сидели, там ребята сидели, которые серьезные. Коллекционеры 59-х, 58-х Дорстов и так далее. Это не просто форум, где там какие-то там сидят, шкалота какая-то, что-то пишут. Поэтому на тех форумах, если кто-то писал фуфло, там его сразу фуфло это или удаляли статью, или там это все на смех подымали. Поэтому это был, сейчас это понятно, с ютубами, с фейсбуками и так далее. Немножко, конечно, упал авторитет, но это также сайт, на котором можно прийти и найти очень-очень много информации, связанной с ЛСПОлом. Ну, вся, я хочу сказать, что вся там информация по ЛСПОлом может быть найдена. Я туда, кстати, ходил, когда вот это, я говорил о моем ворованном ЛСПОЛ Кастоме, о белом. Я туда фотографии им туда заливал. И они говорят, это не фейк, это нормальный ЛСПОЛ Кастом. Что за номер? Я им говорил, что за номер, они номер не сходятся. И тогда кто-то мне там, кстати, сказал, ворованный, скорее всего. Иди отнеси к мастеру, пусть он снимет сзади. Там, скорее всего, кто-то вырезал номер, залепил его, потом новый набил. Ну, такое, и так оно и было. Так вот, эта статья была на этом форуме. И на этом форуме серьезные чуваки, там же у них даже стоят какие-то там значки, они стоят. То есть, там серьезные, несерьезные, там проверенные, непроверенные, что-то такое было. Ну, то есть, форум был не самый плохой, а самый, можно так сказать, авторитетный. И эту статью тогда приняли, все, там ее написал даже человек, которого уважали. То есть, уважаемый человек там написал на этом форуме, и этой статье поверили, сказали, там, многие, многие чуваки говорили спасибо, мол, типа, а то мы не знали, что такое Эдвардс Гитары. Никто, никто не сразу не начал плеваться, как здесь, я не знаю, на русскоязычном, начинают плеваться, там, Китай, там, и так далее. Нет, все сказали, ну, хорошо, китайские гитары, всё, хоть мы теперь знаем, где сделаны гитары Эдвардс. Так вот, статья. Те из вас, кто умеет читать по-английски, конечно, прочитайте это всё для себя, потому что всё её полностью переводить не имеет смысла, я вам расскажу краткое содержание. И всё, что я хочу, чтобы вы обратили внимание, человек сам говорит, что я хочу вам сразу сказать, он начинает эту статью, что гитары Эдвардс это дочерняя фирма гитар ИСП, и качество гитар ИСП здесь без всякого сомнения отлично, и поэтому мы здесь даже об этом не будем говорить. Но гитары Эдвардс, он говорит, я читал много там и так далее, форумов, информации, я не нашёл толком, где они там издаются, ИСП сами молчат по этому поводу, там, и так далее. Он говорит, в 2000-х годах там вообще информация была, вот как вы примерно эту информацию сейчас имеете. И потом в 2009 году, он говорит, прислала всё-таки ИСП ответ на запрос на кого-то, кому-то на токай форум. То есть такая, это опять же, от внутреннего рынка гитары, внутреннего японского рынка. И прислала в 2009, в апреле 2009 года ИСП прислала ответственный. Ответ есть здесь, ну, вы будете на это всё смотреть. Ответ будет на японском, если кто-то понимает японский, напишите в комментариях, правильно это или нет. Ну и также здесь на английском написано, что Эдвардс делает всё, что связано, все работы связанные с деревом, все работы связанные с покраской и так далее, делает всё на китайской фабрике. А всё остальное это уже доделывается в новой, ну, там струны натягиваются, фурнитура и так далее, делается в новой фабрике ИСП в Токио. И здесь потом он говорит, давайте сейчас я вам подведу итоги, то есть подвести итоги. И он пишет, что последнее там, если надо доводить что-то с лаком и так далее, там электроника, фурнитура, всё, вся пластмасса вот эта, струны и так далее, всё это делается в Японии, на фабрике в Токио. И это типа как факт. И потом он говорит, что, но ИСП эту фабрику создала ещё в 92-м году. И вот этот 92-й год, это является переломным, когда, ну, никто не знает. В ИСП вообще у них архивы, это очень-очень такое стрёмное дело. По 80-м в ИСП архивы, это, ну, можешь найдёшь, можешь не найдёшь, что-то там за гитарой, это так, оно, одна бабка я сказала, потому что они не вели. И опять же, я хочу, я люблю гитары ИСП, это одни из самых моих любимых гитар. Я уважаю фирму ИСП, бесспорно отличнейшая фирма и так далее. Но мы должны знать, что ИСП, это фирма, которая воровала, ворует и будет воровать. Это фирма, которая моральные принципы, они не самые-самые-самые-самые-самые дорогое для неё. То есть, они воровали дизайны Лес Полов, Стратокастеров, Эксплореров, Флайн Ви, это всё, что хочешь. И воровали они и у Гибсона, и у Фендера, и у Джексона, и у... Если можно уворовать, если это что-то интересное, ИСП, значит, там воровала. То есть, это фирма без моральных каких-то принципов. Поэтому, если они не говорят вам открыто, ну, то есть, там, вот, гитары Эдвардс, это японские гитары, каждая гитара, это японская. Мы свой вес в компании ИСП ставим, вы получаете наше слово. Тогда б да, тогда б я им поверил. Но когда они не говорят, а мне кто-то пишет в комментариях из вас, что это японские, там, и так далее. Или вам дилер какой-то говорит, который вам хочет присунуть эту гитару немножко подороже, немного интереса к ней, там, подогреть, там, и сказать, это всё внутренний рынок японский. Хотя, кстати, посмотрите комментарии под моим прошлым видео. Многие из вас даже написали три разных дилерских магазина в Москве, которые привозят гитары ИСП в Москву. То есть, это не внутренний рынок. У меня многие писали, типа, они не экспортируются в Россию, чем импортируются в Россию. Но, почитайте, я не хочу это вслух, потому что не проверенная информация. Это, опять же, по поводу... Ну, кто-то из вас просто пишет, тех, кто живут в Москве, пишет мне в комментариях. Можете ещё раз написать в комментариях под этим видео название этих магазинов, которые вы говорите, что они продают и ввозят гитары AdWords в Россию. Но, опять же, говоря о России, мы сейчас ещё немножко поговорим. Ну, вот, здесь есть адрес. Вот он написал полный адрес фабрики ИСП. ИСП в 92-м году сделал это в завод в Китае. И тут написано, что это ИСП, Электроникс, Аудиоком, Корпорейдед, ЛТД, Хейлон, Джинчанг, ИСП, Электроникс, Джигуан, Дистрикт, Джикси-Сити. Джикси-Сити, тут даже вот есть карта, где она находится, находится на границе с Россией. И тут он пишет, что как это всё происходит, как операция проходит. Дерево ввозится во Владивосток на корабле. После этого с Владивостока в Джикси оно увезётся на поезде. Там всё собирается краситься. И потом уже здесь, я считаю, может... И там он говорит про специальную финансовую, экономическую зону, где, может быть, скорее всего, готовые гитары они могут перевозить. А вот просто как сырые вот эти вот гитары. Только гитары, без струн, без ничего, без электроники. Там можно как-то это... Ну, там вот он пишет, что может такое там существовать. Ну, Россия в этом вот. Китай, Россия, Япония, всё там что-то связано, там какие-то есть дела. И тут у меня вот как-то такие сомнения ещё. Может, и поэтому в Россию ввозят нам гитары Эдвардсом и так далее. Почему в гитары... Столько гитар Эдвардс в России, хотя многие говорите, что их в БУ ввозят. Ну, сколько у вас их БУ? Их больше БУ, наверное, чем в Японии вообще сделанных гитар Эдвардс. Ну, ладно, проехали. Это чисто моё такое мнение. Так вот, статья очень интересная. Я просто вам сегодня хотел показать эту статью, чтобы вы поняли, откуда я беру эти факты. Эта статья мне доказала, что гитары Эдвардс – это китайские гитары. Он тут пишет, мои мысли по поводу гитар Эдвардс. Он говорит, он не говнит их ничего. Он говорит, это хорошие гитары, там всё нормально. Но я не знаю, в каком... И 100% они делались в Японии. До какого-то периода они делались в Японии. Он говорит, но узнать точно, до какого периода они делались в Японии – это невозможно. Могли быть и 2009 год, и 7-й, 5-й, 2000-й, а может и 92-й, кто знает. Поэтому это такое дело. Там по-разному можно определять, сделаны они в Китае или нет. Последние, там, по-моему, на них вообще нет маркировки. Там, ну, это уже, смотря как... А некоторые ставят просто наклейки Made in Japan. Где-то там клеят эти наклейки, которые сдираются. А так вот легко сдираются. Вот они, кстати, есть на Custom Shop'овых ESP, но они там под лаком, а эти они без лака. Поэтому тут опять же, вот, дилеры, которые их продают. Может, это дилеры так втихаря просто. Ну, а что там? Ну, приклеил, да, приклеил. Наклейку где написано Made in Japan. А там, а там это хрен догадается. Цену-то они не сильно гнут. То есть, это хорошо, да. Внутренний рынок Японии – это погнало. Это легенда. Об этом... Ну, что мне об этом говорить? Внутренний рынок Японии, я вам сказал. Сейчас еще тут в комментариях, скорее всего, я думаю, напишут, какие магазины возят гитары AdWords в Москву. То есть, Москва, официальный дилер, там, гитары AdWords и так далее. Это, понятно, какие-то магазины, которые дилеры ESP, они могут возить AdWords. В Америке этого не будет абсолютно, потому что AdWords – это фейковые, не фейковые, копии, ладно. Это копии гитар Лес Полов и так далее. И другие вообще всех фирм. Поэтому в Японию, в смысле, в Америку их не везут. Но в Россию это, видно, без проблем можно сделать. И я хотел бы, конечно, здесь попилософствовать сейчас на тему того, что все, мы сейчас узнали, что эта гитара сделана в Китае, так теперь все, это значит, это поганая гитара. Мы ее... это дебош, мы его должны выкинуть, это колян какой-то и так далее. У меня были несколько, три или четыре у меня были гитары AdWords, это все были отличные гитары. Я бы не сравнивал их с Лес Полами. Лес Пол – это своя собственная гитара. Тех, кто из вас никогда не держал Лес Пол настоящий в руках, а тем более не сравнивал, может, с Эдвардсом это трудно как-то объяснить. Но это отличные гитары в своем собственном, как бы, понимании. У меня была гитара такая. И я хочу сказать, что вот эта вот такая, там была японская, кстати, у меня. Там как-то я догадался, смотрел тоже по форумам, лазил, там надо звукосниматели снимать, смотреть по вырезу под звукосниматели, там у меня была японская такая. Но вот я вам хочу сказать, что Эдвардсы были даже немножко лучше, чем эта такая. Мне так показалось, вот эти Сайкс модели. И моя Сайкс модель, там не было на нигде, не написано, что она была в Японии там сделана и так далее. И вот на этой модели я точно был уверен, что она сделана была в Китае. Но, как я всегда вам говорю, Китай, Китай рознь. Есть Колян, есть Колян. Коляна не спасет ничего. Коляна не спасет абсолютно ничего. Но есть китайские гитары. Вот даже у меня корт за 50 долларов, который стоит, это отличная гитара. Если бы на ней поменять бридж, так вообще была бы конфетка. А гитары Эдвардс, которые, кстати, и продают, ну, продают их за 600-700 долларов. Тут, может быть, как раз и есть вот этот механизм того, почему дилеры некоторые говорят, это внутренний рынок Японии и так далее. Потому что цены, ну, как-то оно еще, может быть, не входит в понимание людей, что да, гитара, да, 800 долларов. Да, Китай, ну, как, Китай 800 долларов, я могу американца купить бэушного за такие же деньги. Вот, может, здесь какой-то когнитивный диссонанс случается. Но, я думаю, что если у вас есть гитара Эдвардс, и вы ее любите, и только что вы узнали, что это гитара, которая сделана в Китае, а она, скорее всего, сделана в Китае, если это не какая-то, ну, 100% сделанная в Японии гитара, это доказано, и вы знаете, и вы этим гордитесь. Я бы хотел, чтобы вы еще китайского взяли, так сравнить. Ну, как оно, китайские Эдвардсы, японские Эдвардсы, как они выглядят, это, кстати, хорошая была бы идея для видео. Но этим видео я не хотел никому ничего доказывать заново, я не хотел не разбивать какие-то сердца, не хотел кому-то оговорить, что они играют теперь на китайском куске говна. Это абсолютно неправильно. Вы играете на китайском хорошем инструменте, если вы играете на Эдвардс, который сейчас сделан в Китае. Но я хотел бы просто вам показать, потому что многие из вас считаете, начинаете уже наезжать на меня, что, мол, типа, что ты голословно обвиняешь Эдвардс китайским и так далее. Я вам покажу, почему, откуда я взял это мнение. То есть, это не мое собственное мнение, это вот на чем я основывал это мнение. И, понятно, на Les Paul, если вы зайдете на эту статью, на MyLesPaulForums, там еще много людей другие, там были другие комментарии, которые все практически, кто-то говорил, да, я даже был там на этой фабрике, я видел Эдвардсы, там у меня под прошлым видео кто-то говорил, у меня друг там был, русскоязычный подписчик написал, у меня друг там был, видел Эдвардсы. Ну, такое, это опять же, это вы можете верить, не верить и так далее. Это вот чьи-то комментарии. Но вот здесь, здесь есть и адрес фирмы, здесь есть ответ компании ESP на японском, на английском. Это все можно как бы так посмотреть, прочитать. Можно, конечно, идти в теорию заговора, сказать, что это вот кто-то сидел, печатал по-японски эти письма, эти тексты, для того, чтобы снизить в глазах русскоязычных, потому что это волнует в основном только русскоязычное население, потому что дилеры в России, они любят, вот это я не понимаю, зачем они поговорить, что все Эдвардсы, и сейчас у меня сейчас дислайки, вот прям сейчас мне тыркают, это скорее всего дилеры какие-то, что вот все Эдвардсы, это японские гитары для внутреннего рынка, ненавижу этот внутренний рынок, ну ладно. И все, и тут никаких слухов о всех, кто говорит, что это китайские гитары, то они просто дебилы. Вот я вам показываю, на чем я основывал свое мнение, я вам рассказал историю вот всей вот этой вот статьи, о которой вы когда-то слышали, об этом расследовании и так далее. Даже кто-то мне говорил и на русском языке, кто-то дописался там до ESP, ESP даже где-то на русском, я не нашел, но где-то я видел под моими одними из старых видео, где мы также затрагивали ESP, там и Китай и так далее, кто-то говорил, там и ссылку давал, что и на русском даже отвечали, что мол типа да, гитары сделаны в Китае, а потом доведены до кондиции, так сказать, в Токио. Спасибо вам всем, кто смотрит канал гитарной истории. Но я хочу вам сказать еще раз, канал гитарной истории это развлекательный канал, автор, я, который, канал о гитарной истории, это просто обычный человек, который весь свой опыт гитарный получает от, ну там, я не знаю, обменом гитарами и так далее. Я никакой не эксперт ни в чем абсолютно, как и 99% всех нас на ютюбе, особенно на русскоязычном ютюбе. Я вообще нет экспертов. Я вам сразу говорю, если вы смотрите русскоязычный гитарный ютюб, здесь экспертов нет. Любое наше мнение, это просто наше мнение, которое вы должны просто брать, как на там какая-то составляющая того, из чего вы можете слепливать свое мнение. Если вы видите рожу ютюбера у себя в мониторе, это развлекательный канал. Запомните раз и навсегда. Если там какой-то математик стоит и вам пишет, что 2 плюс 2 равно 4, то хрен с ним. Это значит человек, который вам пытается чему-то научить. Все обзоры, все вот эти ревью там, или там какие-то техника, или еще чего-то, там все идет чисто мнение чувака, который ведет канал. То есть, мое мнение сейчас в этом видео было вам высказано. Понятно, с ростом канала мое мнение приобретает больше и больше вес. Я понимаю, что есть пацаны, которые только начинают, может быть, с гитарами. И вот теперь они скажут, что канал гитарной истории сказал, что Эдвардс это Китай, значит оно так и есть. Это не канал гитарной истории, он сказал, что Эдвардс это Китай. Это вам сказал человек еще в 2000 каком-то там году, или 11-м, или 10-м году, сказал на My Les Paul Forums. И вот сейчас винтажные японские гитары сайт опубликовал у себя эту статью, то есть как бы так подтверждая, что такое может быть правдой. Огромное спасибо всем вам, кто смотрит канал, ставит лайки, пишет комментарии, кто распространяет мои видео. Всем трем человекам из вас огромное спасибо. Огромное спасибо патронам, огромное спасибо всем, кто покупает. Огромнейшее спасибо всем, кто покупает комплектующие на струнке.ру с моим промоконом гитарной истории. Вам дают скидку. Мне за это, я кстати вот только в первый раз понял, что это даже что-то существенное, потому что мне струнки подогнали в фурнитуру, всю практически, кроме звукоснимателей. Фурнитуру для Explorer, которую мне делают, Custom Explorer, делают мне в России, и должен быть готовым ко дню рождения канала в конце декабря. Так что мы с вами посмотрим. Это огромное вам всем спасибо. До следующего видео на канале гитарной истории, только интересные гитары. Следующее видео будет обзор вот этого джаз-мастера, сделанного для внутреннего американского рынка. Я нашел еще тему.